Я буду рассказывать про каустик. Первый какой-то красивый. Что такое каустик? Это такая штука, с которой вы встречаетесь ежедневно. В каустик, когда пьете чай. Когда вы пьете, скажем, воду из кружки, то, посмотрев к одной кружке, вы видите там такие мерцающие световые пятна. Я думаю, часто вам это приходилось видеть. И уж совсем... Вот эти световые пятна, это и есть каустика светового платона, которая пропустила через воду, которая ловит к кружку. Ну и из более красивых представителей каустика вы говорите, как все много раз в своей жизни видели радуг. Радуг – это довольно типичная карта. Значит, каустика светового потока – это область, которая используется больше вещей, больше людей. Возьмем параболу. Можно, конечно, задавать уравнение, как я это сделал здесь в рисунке, но параболу можно определять в любом способе. Возьмем. Эпинапсис. Где-то здесь, на оси Y, листочка, называемая фокусом параболу, здесь прямая... Директриса. И парабола состоит из точек, находящихся... Обладающих тем свойством, что они находятся на одинаковом расстоянии от фокуса и от берега. То, что вы нарисованы на картинке, плотно поверите, то, что эти расстояния от фокуса это идеально, а они должны быть у меня. Я думаю, что вы хорошо знакомы с оптическим способом парабол, которое состоит в том, что если поместить фокус параболы точечной и точечной света, и считать, что парабола у нас это зеркало, отражающее фокус свет, который в него попадает, то все отражевые ключи будут выходить параллельно. Это свойство используется в любом автомобиле, скажем. В параболе автомобиля устроено вот таким образом. Зеркало, каждый фар, представляет собой параболическое. Параболой вращения, то есть параболы, которые вращаются вокруг оси, ну, естественно, не целиком параболой, которые бесконечные, а на другую конечную часть, это будет параболоидом, вначале, чем вначале. Вначале мы услышали наших парабол, в лампу помещается фокус этого параболу, это и свет, который выходит в результате из пара практически не рассеивается, не расширяется, а выходит в параллельный поток и идет в лампу. как множество фокус этого парабола. Ну, это, значит, это отражение света. Более вырожденных вариантов мы имеем дело с окружностью. Окружность можно задавать, как сравнить. Давайте возьмем зеркальную окружность, посмотрим, что происходит со светом, который выходит с центра этой окружности, с центра этой окружности, и отражается от окружности. Что с ним происходит? Что происходит с сетчинами? Они все возвращаются в обратный центр. Они все возвращаются в обратный центр, потому что каждый радиус окружности. Каждый радиус окружности перпендикуляет самой окружности и отражается точно в том направлении. Для параболы это не так. В отрезке прямой выходящей лица фокуса отражается по закону и подлинное подлинное районное отражение, что побуждает их выходить от параллельной осилии. С окружностью это не так. Однако, если мы возьмем вместо окружности какую-нибудь другую криву, мы скажем дискую окружность, мы скажем немножко прикрызную окружность. И будем из центра выпускать лучи, поместиться источник света. Будем из него выпускать лучи, то лучи уже будут отражаться. И отраженные лучи не будут возвращаться в центр, а будут уходить какие-то другие точки. И будут возникать места, где лучи, и отраженные лучи собираются в особенном большом количестве. Вот эта вот точка, в которой собираются все лучи отраженные, это так уж быть, как-то расплывется и превратится уже в точку, а в некоторую криву. Эту криву мы с вами не посчитали, но мы посчитаем еще на другие вещи, о которых я сейчас скажу. курьеры. Вообще, да, давайте посмотрим, что происходит, отраженности задумали. Вы таким уравнением с индексом? Задумно уравнение h² К и D кв.s на ОВ2 – а и b. Знакомы с таким уравнением? Да. Сейчас у нас здесь есть с плюсом для окружности. Выражение с плюсом для окружности, может быть, это вполне мощный способ. Я не буду это делать. Вот. И если обычная окружность, у которой оси по оси Х и по оси У, оси этой окружности, одинаковая, esse что? Если у нас окружность к равни晚上 1, ее можно взять уравнение с квадрат плюс а в квадрат в квадрат, и разделив на r, мы получаем окружность затопа уравнением с квадратой на r, квадрат, к r движению, на z. Вот. С плюсом несколько, это обнужность в одном направлении, мы можем получить уже не обнужности эллипса, который задается уравнением из квадрата на квадрат, то есть это квадрата на квадрат, а вот квадрат, а вот и эллипс. Так вот, в эллипсе существует парадочек, которые называются фокусами эллипса, такие, что эллипс можно задать условиям, это расстояние я обозначен через Р1, это расстояние я обозначен через Р2, и это расстояние я обозначен через Р2, и это можно задать условиям Р1-Р2 в ракутостерах. Значит, эллипс состоит из точек, сумма расстояний, в которой мы там стояли, в какую бы точку мы летели, в какую бы точку мы летели, мы сейчас мы берем расстояние до первого фонуса и расстояние до второго фонуса, сумма расстояния до второго фонуса. Это определение эллипса подсказывает нам, как рисовать эллипс. Мы берем веревку, берем два гвоздя, вбиваем два гвоздя в доски, в тех точках, в которых мы летели будут фокусы. Затем берем карандаш, вставляем, привязываем веревку к концу веревки, к этим гвоздям, к этим гвоздям, вставляем веревку в карандаш, веревку натягиваем и дальше рисуем, так, чтобы веревка все время оставалась натянута. И вот видите, два фокуса обладают замечательным вкусом. Это состоит в том, что если мы выпустим из фокуса, поставим фокус в точечный источник света, выпустим из него свет и будем считать, что наш эллипс церкаля, то этот свет отразится как раз по той прямой, которая идет из точки падения света во второй фокус. Всякие лучи, вышедшие с первого фокуса попадают в карандаш. Когда мы переходим от эллипса к окружности, постепенно уравнивая полуосемь эллипса, у нас два фокуса начинают склапываться, они сгибаются вместе. И в пределе уже, например, когда две оси становятся одинаковые, всякие лучи, выходящие из центра окружности, возвращаются в тот же самый центр. Потому что два фокуса у нас совпадают. Центр окружности, улица, два следующего фокуса. Давайте теперь посмотрим, что происходит, когда наша кривая начинает излучать. То есть, мы имеем дело, скажем, со светящейся окружности. Каждая точка окружности светится и спускает лучи во всех сторонах. Спускает лучи. Свет имеет свойство распространяться так, что он кажется вот так. Из точки излучающей кривой, из каждой точки излучающей кривой, выходит путь капелликулярно самой этой кривой. Ну, раз мы предполагаем, что наша окружность излучает в обоих направлениях, но когда вы смотрите на окружность издалека, она вам представляется чем-то более звездой. То есть, светящиеся точки, если вы очень далеко не находите, то есть, вы не можете увеличить ситуацию светящейся окружности. Кстати, что означает праза, что свет выходит куда-то обратно. Что означает? У нас есть такая кривая. Мы берем точку на ней и говорим, что свет выходит куда-нибудь за руку. Давайте проведем кривую касательную. Касательная кривая это уже прямая. А что означает перпендикулярно прямой, мы ставим. Если бы у нас означало только прямая, то у нас бы все перпендикулярные были параллельные излучения. И если у нас означает прямая, то у нас перпендикулярные меняются. Мы становимся прямой, направлением перпендикуляра вовсе не виноватой. И свет выходит как-нибудь. Вот из каждой точки свет выходит перпендикулярно кривую. И перпендикулярно именно в этой точке. И так все ключи от излучающей окружности сходятся в одной и той же точке. В центре. Вот здесь мы говорим, что можно расположить экран, на котором вы собираете мучи. Например, дощечка, на которой вы двигаете. Можно добиться того, что мучи собираются почти в точку. Маленькую область. И эта маленькая область становится очень горячей. Если бы мы когда-нибудь попробовали подставлять свою руку, потом эти мучи. Вы прекрасно знаете, что жжется так, что только не выдержишь. А если выдержишь, то потом припьется природа. Это мучи в цепи. Вот это вот та самая жгучая точка, в которой собираются все мучения. И замечающая окружность. Такой окружностью при публике встречаются и. Гораздо чаще встречаются любые, которые, может быть, напоминающие окружность. Но не такие правила. И для таких криминальных хаостикой является не одна точка, а некоторая другая крива. Вот о них сейчас мы. Сейчас мы с ними попробуем разобраться. Спасибо. 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 Спасибо.